Привет, дорогие мои! У нас сейчас июль месяц, практически середина июля, и у нас продолжается сезон ураганов, поэтому вот там за спиной вы у меня видите серое небо. Сегодня просто шел дождь стеной, проливной, и на Бакоярде набрались такие моря целые, да, и океаны этих луж. Ну, на вот таком вот фоне я сегодня снимаю видео, чтобы напомнить немножко вам о таком нашем флоридском сезоне ураганов. Впрочем, тема у меня сегодня совсем другая, но я к ней, к этой теме буду подбираться постепенно. Хочу начать с вот чего. Америка очень отличается от стран бывшего Советского Союза, Европа также, но она к нам намного ближе по менталитету, и поэтому я сегодня буду говорить в большей степени об Америке. Какие два таких очень крутых отличия я заметила у американцев по сравнению с нами? Это то, что они делятся всем, что с ними происходит, со всеми на свете. Вот, допустим, стоит американец в очереди, он расскажет все, что у него сегодня произошло за день, хорошего и плохого. Он может этим делиться со своими сослуживцами, со своими родственниками, со своими бывшими, со всеми, со всеми подряд. И вторая такая особенность, это когда еще ничего не случилось, но что-то намечается. Это, допустим, новая работа, или кто-то должен родиться в семье, да, там, кто-то только забеременел. Об этом будут тут же знать все вокруг. У нас это такое табу, немножко не принято. Мы говорим об этом, когда оно уже случается, и тогда мы можем этим поделиться со всеми окружающими, да. И у нас тоже нет такой привычки, как бы, со всеми и в очереди, и со знакомыми, и с незнакомыми делиться всем, что у тебя сейчас, вот прямо сейчас происходит в жизни. Вот такие вот две особенности есть у американцев. Не знаю, как у европейцев. Думаю, что они более закрытые. И, опять же, повторюсь, что они ближе к нам по менталитету. Но у американцев это вот такая, знаете, очень открытая душа, очень открытые они сами по себе, и вот так вот они любят делиться всем-всем на свете. И постепенно-постепенно я подхожу к нашей теме. Этот вопрос мне задали в сториз, в инстаграм. Ссылочку на мой инстаграм я поставлю под этим видео. Заходите, подписывайтесь, очень буду рада. Итак, тема звучала про бывших жен и про бывших подруг. Почему мужчины с ними продолжают общаться? Я больше акцент буду делать все-таки на американских мужчин, как они в этом вопросе себя ведут. Но я думаю, что, скорее всего, и с иностранцами, которые живут в Европе, это тоже созвучно. Ну, а с нашими русскими мужчинами напишите мне, пожалуйста, после просмотра этого видео, как вы думаете, как ведут себя наши мужчины. Итак, поехали. Мы живем в цивилизованном мире, культурно расставаться нынче в моде. Это цивилизованно, прогрессивно, красиво. В этом видео я выскажу лично свое мнение, так как я это понимаю, так как я это чувствую. Как поступать, как быть, если мужчина продолжает общаться со своими бывшими, со своими подружками, то есть как будто бы ничего в его жизни не произошло, ничего не поменялось. Он продолжает жить той жизнью, которой жил до вас. Но на самом деле очень многое поменялось, да, допустим, вы то ли начинаете строить отношения, то ли вы уже заключили брак, да, то есть это очень большой шаг для обоих. Почему же так происходит? Давайте разбираться. Почему мужчина продолжает жить той жизнью, которой жил до вас? Почему так происходит? И чем это все чревато, если вам не предпринять никаких шагов? Хочу вас сразу успокоить, что не только ваш мужчина так себя ведет. Сплошь и рядом встречаются такие случаи, и я об этом знаю, и я знаю на своем собственном опыте, что мужчина, да, он не видит большой разницы или не видит ничего зазорного в том, чтобы продолжать вот такой вот образ жизни. Мужская психика, она устроена так, что да, в его жизни произошли изменения, он встретил вас и создает с вами отношения, но почему он должен отказываться от, не знаю, там, звонков, переписок с кем-то из бывших, то ли это бывшая жена. Мы знаем, что и в Америке, и в любой другой европейской стране мужчина может поддерживать хорошие дружеские отношения со своими бывшими женами, или даже если это его подруги, то почему он должен от них отказываться? Объясню, как это все происходит с точки зрения мужчины. Если эти отношения, допустим, с бывшей женой уже закончены, да, то есть он ведет себя честно по отношению к вам, то есть он с ней, грубо говоря, не имеет никаких сексуальных отношений, то с его точки зрения он вполне порядочен и вполне поступает правильно. С нашей же точки зрения, во-первых, это какое-то недопонимание, недоразумение, да, почему он так себя ведет. Мы возмущены, мы вне себя от бешенства. И тут самое главное – не наломать дров. То есть если мы будем слишком на этом, ну, так сказать, акцентироваться, усолить эту тему, то есть первый раз сказали об этом своему мужчине, не второй раз, третий, уже проели ему плеж, да, в голове, то, конечно же, это тоже не есть хорошо. То есть мужчина начнет раздражаться, начнет фыркать, да. Как же правильно поступить в этом случае? Давайте возьмем несколько вариантов, возможных вариантов, да, и каждый из вас выберет для себя самый подходящий из этих вариантов. Итак, первый. Как только вы заметили какие-то признаки, что мужчина общается со своими бывшими, вы должны честно сесть и тут же поговорить со своим мужчиной. Почему он общается со своей бывшей женой? Какие в этом его, возможно, выгоды? Допустим, если в том браке остались дети, и он хочет поддерживать своих детей, он хочет быть на связи со своими детьми, помогать своим детям, то это его право. Или же он просто, возможно, хочет поддерживать эту свою бывшую жену. Вот, допустим, в Америке, если прожили, если пара прожила 10 лет вместе, то муж должен выплачивать своей бывшей жене определенную сумму денег, которая назначена ему юристом, да, как правило, при разводе, всю жизнь. То есть всю жизнь он выплачивает определенную сумму своей бывшей жене. Как правило, если есть ребенок, да, в таких отношениях, то мужчина заинтересован, конечно, поддерживать отношения, и таким образом он может контактировать со своим ребенком. Если же нет детей, да, то как бы и незачем тогда продолжать эти отношения. Но на моем опыте я видела такие случаи, что даже если нет детей, то мужчина продолжает эти отношения очень такие теплые и дружеские, да, которые уже по нашим меркам, но это по нашим меркам уже не имеют какого-то смысла. Но для американцев они имеют смысл, да, особенно женщине это очень выгодно. И так это был первый вариант. То есть как только вы первые какие-то звоночки такие заметили, вы сели, поговорили об этом с мужем, услышали от него, зачем это ему надо, для чего это ему надо, и потом вы уже принимаете решение, насколько аргументы мужа были для вас основательными. То есть убедил, грубо говоря, он вас в этом или нет. Второй вариант развития событий. Если же муж вас не убедил, вы вправе настоять на том, чтобы эти отношения были прекращены. Если вы сами чувствуете, что там нет никаких оснований для того, чтобы продолжать эти отношения с бывшей женой, да, то вы можете твердо, прямо и категорично заявить об этом мужу. И он должен принять это решение. Потому что иначе по-другому как бы вы будете страдать, вам будет неприятно, постоянно будут возникать конфликты на этой почве, и это никому не надо. То есть ваши отношения с этим мужчиной будут нестабильны, они будут расшатываться, и вы можете так это все и сказать, так это все преподнести, что будут страдать ваши отношения, они могут пойти не в том русле, в котором вы оба сейчас хотите, и привести к каким-то плачевным результатам. И поэтому сейчас на совести мужа принять правильное решение, вы его уже для себя приняли, да, вот такое вот твердое, категоричное, и уступать в этом вопросе не будете. И дальше смотреть, как муж на это будет реагировать. Возможно, вам придется поговорить об этом не один раз, и быть очень твердой, очень устойчивой в своей такой вот позиции, и даже, возможно, если это не подействует на каком-то, и вы будете наблюдать, опять же, попытки мужа все это продолжать, то даже можете поставить ультиматум. Если это будет продолжаться, то и привести какое-то такое действие, которое вы выполните. Ну, что это может быть, что вы там на неделю, на две перейдете в другое место, и будете жить отдельно. То есть действие должно быть выполнимым, да, чтобы это было не голословно, а чтобы вы действительно вот так вот сделаете. И если муж или мужчина дальше продолжает в таком же духе, то вы должны будете выполнить то, что вы заявили. Иначе это, ну, как бы мужчина поймет, что все были такие пустые слова, и у него будут все карты, как говорится, в руках, и он будет продолжать все, что и делал раньше. Вот такие вот два варианта выхода из этой ситуации. Теперь немножко прикоснемся к вопросу с подружками, да, если это были подружки. Я с этим лично столкнулась сама в Америке. У моего мужа были две подружки до меня, и я об этом рассказывала в каких-то своих видео. Я вначале такая вся была наивная, не понимающая вот этих вот культурных отличий, да, и где-то на каком-то промежутке времени позволяла все это своему мужу. И даже я была с этими двумя подружками в хороших отношениях. Но потом, со временем, когда я разобралась, что же они от моего мужа хотят, то есть у моего мужа лично были чисто дружеские к ним, к этим обоим женщинам намерения, но у них нет, потому что женщины, они не могут подружески относиться к мужчине. Они всегда имеют такой подтекст эти отношения, да. Женщины всегда хотят чего-то большего. И я мужчину, значит, своего пыталась вразумить, пыталась открыть ему глаза, пыталась ему рассказать и показать, и на какие-то факты указывала ему, да, в их поведении, что вот они чего от тебя хотят. Но это все было безрезультатно, дорогие мои. И когда я поняла, что нет, ничего, это не работает, то, что я делаю, я прямо, очень категорично заявила своему мужу, он уже на тот момент был моим мужем, что эти отношения будут прекращены. Прекращены раз и навсегда, вот в эту минуту. И если он будет продолжать какие-то попытки, какие-то шаги делать в эту сторону, то это будет иметь очень неприятные последствия. Вот мой муж рассмеялся, он не ожидал от меня такого серьезного шага. Но когда через какое-то время он опять попытался, я пресекла, и еще он попытался, и я пресекла, то есть, наверное, два или три раза я вот так вот его обрывала, очень резко и очень жестко. И в конце концов все эти его попытки сошли на нет. То есть он понял, что я не шучу, что я настроена серьезно, и все, это все прекратилось. Все эти отношения, все эти там какие-то звонки, какие-то смс-ки, какие-то совместные праздники, там мы ходили слушать, допустим, музыку вместе, или на пляж собирались вместе с нашими детьми. В общем-то все это прекратилось. И я очень счастлива, потому что я больше не трачу нервы, я абсолютно спокойна, я знаю, где мой муж, с кем мой муж. Но, как правило, я хочу сказать все-таки, отдать должное своему мужу, что это было всегда с моим присутствием, в моем присутствии. Вот он мне говорил, ну ты же присутствуешь, ты же видишь, что все хорошо, все нормально, ничего такого. Да, так оно и было, но все равно я стала спокойнее в этом плане, я стала увереннее и расслабленнее. То есть оно лишнее, оно абсолютно никому не надо. Так устроен мозг мужчины, что он думает, что раз никаких сексуальных подтекстов нет, то это нормально. Но для нас, женщин, это всегда нервы, нервы, это всегда какие-то переживания, это конкуренция женская, да, и, ну вот так вот мы, женщины, устроены, что нам это все приносит какие-то отрицательные эмоции и лишние какие-то размышления. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотела поговорить с вами в этом видео. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой инстаграм, подписывайтесь, ссылочки на инстаграм, и на мой ТикТок я поставлю ниже, потому что я выставляю еще кое-какие видео в ТикТоке. Не пропускайте моих следующих видео, пишите темы, на которые бы вы хотели поговорить, и до следующих встреч. Пока-пока.